Я хочу сказать, что вот крымский референдум, безусловно, который, ну нельзя сравнивать уровень крымского референдума с референдумом, который должен был пройти бы в Омске, с инициативой, да, по уровню, тем не менее, вот крымский референдум показал, что это очень серьезное оружие, выражение мнения людей, как раньше говорили, простых людей, да, тех, которых, может быть, мы не слышим. Вот хочу сказать, что в своей работе очень часто сталкиваюсь с тем, что люди действительно обращаются уже к власти от безысходности, потому что очень многие вопросы, которые, ну не стоят, вот знаете, выеденного яйца, но тем не менее, проходят люди просто адовые круги, потому что и из-за несогласованности, может быть, из-за плохой работы чиновников, от того, что людей не слышат. И мне кажется, что вот само вот это проведение референдума, оно, наверное, бы как-то призвало власть к ответственности, к тому, чтобы, как сказать, когда ты занял это место, ты должен работать для людей, для населения, не только, так сказать, свои какие-то амбиции удовлетворять. И вопрос второй, скажите, пожалуйста, как вы относитесь, в принципе, к такому же референдуму? Вы знаете, сама форма по себе хороша, другое дело, что нам надо научиться все-таки и вопросы в том числе формулировать. Вот мы сегодня очень много говорили именно о несоответствии уровня референдума и значимости вопросов. С одной стороны, действительно, может быть, это волнует большую часть населения, мы же не знаем этого, потому что, ну, инициативная группа, она все равно это какой-то срез, да, там, скажем, не самый широкий. С другой стороны, надо научиться, может быть, на простых вопросах вот этим оружием, орудием, вернее, извините, пользоваться. Но у нас нет привычки, у нас нет понимания того, что от твоего решения что-то зависит. И, может быть, вот, что называется, тренироваться можно и на не очень глубоких и серьезных вопросах. Но на самом деле, вот я и первый раз, на первом кругом столе говорила, у меня такое мнение, что все-таки не референдум ради вопросов, а вот вопросы сначала должны возникнуть, серьезные, которые наболели, а потом уже, как бы сказать, формироваться, вот, как бы сказать, в проведении референдума. Здесь немножко получается наоборот, поэтому, может быть, вот мы так... Но саму инициативу... Нет, безусловно, это очень хорошо, это проявление демократии, о которой мы так много говорим и никак не можем, так сказать, внедрить.